Здравствуйте, уважаемые друзья! В эфире программа «У книжной полки» и я, ее ведущий Андрей Печерин. В жизни Русской Православной Церкви большое значение имело ученое монашество, сословия иноков, получивших высшее богословское образование в духовных академиях. Среди многих выдающихся ученых, богословов и иерархов Русской Православной Церкви XIX века особое место занимает святитель Феофан Затворник. В своих сочинениях святитель Феофан умело сочетал глубину психологического анализа и возвышенность богословия с простотой изложения. Богатое богословское наследие святителя Затворника пронизано мыслью о христианском спасении. Изучению трудов святителя посвятил многие годы своей жизни архимандрит Георгий Тертышников, вторую книгу которого мы предлагаем сегодня вашему вниманию. Она вышла в свет в издательстве «Правила веры» и называется «Жизнь и деятельность святителя Феофана Затворника». Книга «Жизнь и деятельность святителя Феофана Затворника» представляет первую часть фундаментального труда доцента Московской Духовной Академии архимандрита Георгия Тертышникова, святитель Феофан Затворник и его учение о спасении. Отец Георгий непосредственно участвовал в обретении мощей епископа Феофана в 1972 году, готовил материалы к прославлению его в лике святых и составил службу святителю Феофану Затворнику. В течение 30 лет архимандрит Георгий изучал и систематизировал творения преосвященного Феофана, выпустил большое количество статей по этой теме. Также очень популярны были его беседы о святителе на радио Радонеж. Предлагаемая читателю книга включает как подробное жизнеописание епископа Феофана, так и глубокие всесторонние анализы в деятельности, завершает издание служба святителю Феофану Затворнику. Как пишет отец Георгий, есть люди, которые всецело отдают себя внешней деятельности и непрестанно погружены в борьбу за свои идеалы. Они быстро осваиваются в различных условиях и энергично рукой направляют течение событий к намеченной цели. Верным глазом различают отношения между людьми, умеют подчинить их своей воле и заставить следовать за собой. Жизненная борьба с ее треволнениями, победами и поражениями — вообще чисто практические интересы. Вот сфера их деятельности, без которой они и жить не могут. Но есть другие люди. Они чутки ко всем проявлениям сокровенной жизни, ко всему истинно прекрасному, возвышенному, идеальному. Способны различать тончайшие оттенки нравственного настроения. Они не трубят о своей деятельности. Вглубь, а не вширь направлены их силы. Но плоды их трудов со временем оказывают могущественное воздействие на души многих и многих тысяч людей. И потому имена их живут в веках. К числу таких глубоко одаренных художественных натур, великих мужей Духа, относится и святитель Феофан, который, как и святитель Тихон Задонский, стал великим учителем благочестия, служа людям из затворнической кельи. Если внешняя деятельность замечательных людей глубоко поучительна, то несравненно более поучителен их внутренний мир, как веровал, молился, размышлял и боролся с собой человек, наделенный богатыми духовными силами и небесными стремлениями. «Преосвященный Феофан принадлежит к числу тех глубоких, искренних и принципиальных писателей, у которых печатное слово находилось всегда в полном согласии с их действительной жизнью. Его произведения всегда доказательны и убедительны именно потому, что они являются плодом его жизненного подвига, пережиты им сполна. В сочинениях и письмах святителя, как в чистом зеркале, отображаются светлые образы их автора. Плоды подвига Вышинского затворника ведомы только единому Богу, ибо как можно проникнуть в глубочайшие тайны человеческого духа? Однако, пишет отец Георгий, как мы упоминали, его сочинения и другие, дошедшие до нас известия, вырисовывают достаточно ясную картину его жизни в этот период и отчасти расширяют возможность познания внутреннего подвига святителя. Но мы не будем пересказывать все житие, составленное отцом Георгием, прочтем лишь небольшой фрагмент. Как известно, в 1866 году святитель по прошению был уволен на покой в Успенскую и Вышинскую пустынь Тамбовской епархии. Здесь он до самого конца своей жизни чувствовал себя вполне счастливым. «Вы меня называете счастливым. Я и чувствую себя таковым», — писал он. «И выше своей не променяю не только на Санкт-Петербургскую митрополию, но и на патриаршество, если бы его восстановили у нас и меня назначили на него. Вышу можно променять только на Царство Небесное». В первые шесть лет своего пребывания в Вышинской пустыне Преосвященный Феофан не уединялся окончательно от других. Главным занятием его в это время была молитва и богослужение. Он твердо помнил заповедь киевского старца Парфения, что одно нужнее всего — молиться, и молиться непрестанно умом и сердцем Богу. Очевидец, один из иноков Вышинской обители, егубен Тихон Цыпляковский, сказал, что святитель Феофан горел, как свеча, или как неугасимая лампада перед ликами Христа, Богоматери-заступницы и святых Божьих. Вместе с иноками обители он ходил ко всем церковным службам, а в воскресные и праздничные дни сам совершал литургию соборно с братьями. Благоговейным служением епископ Феофан доставлял духовное утешение всем присутствующим в храме. С таким же усердием молился подвижники в своей домашней церкви. А духовным подвигом святителя Феофана сопутствовали ученые литературные и богословские труды. Ему, по выражению его собственному, нередко денно-ночно приходилось сидеть за своими учеными занятиями. Талант духовного писателя с особой силой развился у преосвященного Феофана во время пребывания его в Вышинской пустыне. Затвор дал возможность Вышинскому затворнику стать глубочайшим христианским психологом и знаменитым христианским богословом. Он дал ему возможность поделиться плодами своей мудрости, своих знаний с другими, оставив после себя богатейшее ученое литературное наследие, благодаря которому имя его никогда не умрет в русском обществе. За время пребывания на Выше святителем Феофаном было создано столько духовных произведений, что перечень их занял бы не один десяток страниц. Поэтому отец Георгий кратко останавливается на наиболее важных из них. 28 лет затвора отдал святитель Феофан на служение Богу, предаваясь молитве, богомыслию и неусыпным духовно-литературным трудам на пользу ближним. Воскресив своей жизнью идеал истинного подвижника Древней Церкви и показав нетленную красоту его, преосвященный владыка явился ярким духовным светочем, указывал путь современному ему обществу к истине и добру. Из своего тихого затвора навыше смиренный архипастырь неутомимо изливал благодатный свет истины Христовой. И сколько душ, жаждущих этого света, этой благодатной истины, напоены его словом воистину благодатным. Как отмечает архимандрит Георгий Тертышников, всякий, кто знаком с сочинениями святителя Феофана, не мог не почувствовать их притягательной силы, искренности и правды. Все, что в них было высказано, было автором пережито, выстрадано, приобретено огромными усилиями. В каждой фразе запечатлен внутренний опыт, духовный подвиг святителя. Отсюда привлекательность его творений, непосредственное воздействие их на душу читателя. Сочинения святого архипастыря должны стать настольными книгами для каждого, желающего уйти по пути спасения в жизнь вечную. Как были они настольными и для архимандрита Георгия Тертышникова, отошедшего ко Господу 2 октября 1998 года. Дорогие друзья, на этом наша передача подошла к концу. О новинках православной литературы спрашивайте в церковных книжных лавках. Я же прощаюсь с вами. Всего вам доброго. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok